Добрый день, друзья! С вами Капля. Мы продолжаем говорить о наставничестве. Сегодня я хотел бы поговорить об обязанностях наставников. Их всего три. Во-первых, это молитва, во-вторых, это наставление и, в-третьих, это доступность. О каждом из этих обязанностей мы поговорим в следующих программах. Сегодня я хотел бы сказать вообще. Наставник – это не просто человек, у которого есть определенная позиция власти. Он сидит где-то у себя в приемной, у него приемные часы, вы приходите к нему, он раздает советы налево и направо. Возможно, в каких-то культурах это совершенно нормально, но когда мы говорим о библейской культуре, то это далеко не так. Наставник – это не просто босс, у которого есть власть. Наставник – это человек, у которого есть обязанности. Ты не можешь просто взять на себя роль наставника, при этом абсолютно абстрагироваться от того, что ты должен. Итак, наставник – это человек, который должен. Он должен Богу, потому что он отвечает за этих людей перед Богом. И наступит тот момент, когда Бог взыщет эту ответственность. Он придет и спросит, а как ты раздавал урочное, как ты заботился о том стаде, который я тебе доверил, как ты заботился о том винограднике, который я тебе вверил. Второе – ты должен тем людям, которые видят в тебе наставника. Ты должен. Наставник – это не человек, который над. Наставник – это человек, который под. Помните, когда Иисус говорил ученикам, кто больше, кто меньше? Они спорили, Иисус ответил, хочешь быть большим, будь слугой. Итак, наставник – это тот человек, который служит и тем самым он должен. Итак, дорогие друзья, у наставника есть обязанность. Их три – молитва, наставление, доступность.